Сегодня праздник, ребята, в Соболевском параде открывается сегодня светлый новый детский сад. Для жителей села Ай открытие нового детского сада долгожданное событие. Старый садик вмещал всего 70 человек, поэтому жители испытывали острую потребность в этом учреждении. В этот детский сад привозят детей из соседних сел села Верхай, Нижняя Кынча. То есть садик наш очень высоко конкурентоспособным стал. И если раньше, например, из Нижней Кынчи возили в детский сад Саузги, то сейчас, конечно, к нам в первую очередь сюда. В новом здании разместили пищеблок, медицинский кабинет, зал для физкультуры и занятий музыкой. Также детсад оборудовали собственной котельной с дизельной электроустановкой. В случае аварийного отключения дети не останутся без света. Это типовой детский сад на 140 мест, где собраны абсолютно все требования, которые сегодня предъявляются и Ростехнадзором, и Роспотребнадзором. И теми надзорными органами, которые сегодня следят за безопасностью пребывания детей в общественных организациях. В новом детском саду есть старшие и подготовительные группы, а также ясли, куда ходят ребятишки до двух лет. У нас в районе он такой, именно современный, оснащенный всем оборудованием по полному слову техники, так сказать. И он единственный. Есть, конечно, детские сады, соответствующие санпинам. Но вот этот детский сад – это самый современный, самый, как можно и модно говорить детям сегодня, крутой детский сад. Поэтому вам, детки, очень повезло, что вы в таком крутом детском садике теперь живете. Это ваш второй дом, да? Да. Торжественное открытие детского сада посетил депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов. Он отметил, что для полноценного развития и воспитания детей в учреждении есть все необходимые условия. Сегодня видим счастливые лица ребятишек, мамочек, папочек, всех жителей села. Потому что это действительно такое замечательное событие, оно неординарное событие. Уже многие десятилетия в селе Ая не решилась проблема мест в детском саду. И жители были вынуждены увозить в соседнее село. Сегодня созданы все условия. И вот самая дорогая – это улыбки детей, спасибо от родителей. Детский сад «Звездочка» открыл свои двери для ребятишек в начале октября. В новом дошкольном учреждении 140 мест, 130 из которых занято. Алина Пенигина, Елена Самарина. Новости.